В чате нормально. Хорошо, в общем, меня слышно, видно. Буду вам очень признателен, если в чате дадите обратную связь, чтобы понимать, все ли у нас окей. Так, ну что ж, вижу, что меня слышно и видно. Замечательно. Что ж, тогда приступаем, уважаемые коллеги. Напомню, меня зовут Роман Салагов. Я являюсь представителем мексиканской компании RCD Hotels, соответственно, помимо отеля Hard Rock Punta Cana, который мы сегодня рассмотрим, у нас также отели других брендов. Это и Нобу, совместный проект Роберта Денира и нововики Масухиса, шеф-повара. Это и Residence Inn by Marriott, это наше новое приобретение апарт-отелей уровня 4 звезды. Два из них уже открылись в Мексике. Осенью ждем также третий апарт-отель Playa del Carmen, тоже Мексика. Ну, потихонечку начинаем расширяться. В Майами у нас два отеля, это Eden Rock и Nobu, и также в Мексике Unico 2087, ну, тоже легендарный отель, многие на рынке Украины его знают. Поэтому, как видите, у нас абсолютно разный продукт для абсолютно разного клиента. Но сегодня речь идет о Доминикане. Я думаю, что многие из вас ее продают и продают активно. Я очень надеюсь, что именно через Annex Tour, потому что брони у нас идет достаточно много, мы этому безумно рады. Огромнейшее вам спасибо, те, кто продает. Если у нас еще не продавали, но я надеюсь, что после сегодняшнего вебинара рассчитывайте примерно на 35-40 минут. Соответственно, у вас появится желание продавать и наш отель в том числе. Итак, я смотрю, народ собрался, с технической точки зрения у нас все окей, поэтому можем приступать. Итак, Hard Rock Hotel и казино Punta Cana, Доминиканская республика. Давайте посмотрим, где располагается наш отель. Соответственно, это у нас Атлантика. От рапорта Ла Романа ехать примерно 45-60 минут в зависимости от трафика. Но дорога отличная, поэтому сейчас никаких проблем с этим нет. Сейчас давайте рассмотрим карту. Так, вот стрелочка пошла. Значит, смотрите, вот на этом слайде я хотел бы заострить ваше внимание. То есть давайте я сейчас объясню структуру отеля и потом сразу, пока мы находимся на карте, я расскажу о новинках, обновлениях, да, то есть как сейчас все работает. Итак, смотрите, по сути, отель можно разделить на две зоны. Первое – это главное здание, вот оно у нас внизу, да, то есть мейн-билдинг, вот я его обвожу. Мы называем бульвар. Почему? Потому что когда вы заходите, такое ощущение, как будто вы в торговом центре. То есть слева ресторан, справа какой-нибудь бутик, чуть дальше дегустации текилами, скаля, там, не знаю, рома и так далее, так далее. В общем, слева, справа в течение всего дня какая-то движуха. И это замечательно. Более 20 бутиков различных брендов располагаются в главном здании, поэтому если вы или ваши клиенты что-то забыли, ну, соответственно, здесь можно по очень адекватным ценам, очень часто бывают распродажи, соответственно, это дело приобрести. Здесь же располагается легендарное хардроб казино. Оно сейчас работает. То есть оно открыто, пожалуйста, можно заходить и пытаться поймать удачу за хвост. Таких у нас клиентов много. На данный момент казино работает с 12 дня до 4 часов ночи. То есть тоже, пожалуйста, это учитывайте. Конечно же, информация обновляется каждую неделю-две. Чтобы за всем этим делом уследить, вы можете зайти на официальную страницу хардроб пателла казино Пантакана и наверху в шапке там будет такой баннер Safe and Sound, ну и, соответственно, детали. То есть нажимаете, у вас открывается отдельная страница, где прописаны все эти нюансы, как работает казино, рестораны, бары и так далее, так далее. По поводу масочного режима. Так у нас действуют санитарные протоколы. Называется Safe and Sound. Это единая программа для всех отелей хардроб, то есть не только для наших доминикан и мексиканских, которые по франшизе у RCD, по всему миру. Смысл такой. Маску необходимо носить в главном здании, при входе в ресторан, ну и, соответственно, допустим, рядом с баром. То есть это в закрытых помещениях. Если у вас маски нету, без проблем, соответственно, во всех локациях мы ее даем. То есть это абсолютно бесплатно. То есть, пожалуйста, фиксируйте, доносите информацию до клиентов. Везде стоят санитайзеры, разметки относительно, соответственно, соблюдения санитарной дистанции, социальной дистанции, ну и так далее. То есть, в принципе, все стандартные протоколы, которые, в общем-то, я думаю, действуют у всех отелей. Вот чуть попозже я вам запущу небольшой видеоролик, буквально на 30 секунд, где вот все вот эти моменты прям очень быстро и визуально показаны. Если кому-то в последующем этот видеоролик нужен будет, ну, соответственно, на YouTube у анекса он есть. Поэтому можете смело с клиентами этой информацией делиться. Итак, значит, отель, как я уже сказал, делим на две части. То есть первое – это главное здание. Тут, я думаю, все понятно. Рестораны, бары, там, залы для групп, такие сейчас тоже есть у нас. Казино, театр для вечерних мероприятий. И вторая часть отеля – это непосредственно уже здание, где располагаются номера. То есть зона А – здесь более дорогие номера, они ближе к пляжу. И зона Б – вот такие красно-золотые здания на данной схеме – это, соответственно, базовые номера. По территории отеля постоянно курсируют машинки, поэтому даже если мы с вами бронируем базовый номер рядом с главным зданием и клиентам лень топать до пляжа, обычным релаксовым доминиканским шагом у вас займет 5-7 минут. Ну, это вот прям максимум. Но можно сесть на эту машинку, и через минуту вы окажетесь на пляже. То есть тоже, пожалуйста, это учитывайте. Значит, между зоной А и зоной Б протекает вот такая вот речушка. Она абсолютно чистая, там даже живут черепашки. Поэтому кто приезжает с детьми, вот всегда народ здесь зависает. По поводу обновлений. Смотрите, в 2020 году мы воспользовались вот этой ситуацией с пандемией и обновили 30% номерного фонда. Это здания 4А, 5А, 4Б и 5Б. То есть вот это центральная часть, которая, как правило, самая такая густонаселенная. То есть люди постоянно ходят, тусуются здесь, основной бассейн, бары и так далее. Вот. То есть эти здания мы обновили. Здесь полностью свежие номера в таком новом эко-стиле. К сожалению, в этой презентации у меня нет фото новых номеров. Но ближе к концу презентации я вам напомню о нашем YouTube-канале, где недавно я залил видеороликами на инспекции отеля на 15 минут. И в том числе там показаны новые номера в новом стиле. И для сравнения номера в старом стиле. То есть тоже, пожалуйста, можете смотреть, показывать клиенту, чтобы у вас все это дело было под рукой. Значит, из новинок. То, что мы анонсировали, какие у нас планы сейчас. Значит, смотрите. До сентября месяца мы реновируем здание 8А. То есть вот это самое крайнее. То есть, соответственно, в этот период, сейчас май, июнь, июль, август, мы стараемся всех клиентов селить, соответственно, вот со здания 1А до 5А. Минимум людей в здании 7А, чтобы, соответственно, не рядом со стройкой. Ну и полностью в зданиях зоны Б. То есть начиная с 2Б и также по 8С. То есть минимум людей, опять же, в здании 8Б. То есть это учитывайте. Напоминаю, до сентября месяца будет проводиться реновация в здании 8А. Работы ведутся с 9 утра до 6 вечера. Также мы обновили ресторан The Market. Он находится в главном здании отеля. Это такой шведский стол на завтрак и на обед. Шведский стол, как сейчас выглядит, соответственно, клиенты сами еду не набирают. То есть не кладут в тарелку. Стоят такие защитные прозрачные экраны между клиентом и шведским столом. Ну и наши сотрудники, соответственно, накладывают ту еду, которую хотят клиентов. То есть вы просто указываете, хочу это, то, сё. Ну и, соответственно, вам накладывают. На ужин уже The Market работает как а-ля карта. Напомню, у нас 9 ресторанов на территории отеля. Они все включены в стоимость. То есть можно каждый день ходить в один и тот же ресторан, можно пробовать что-то новое. Единственное, запись, она не обязательно на ужины. Но я все-таки рекомендую это делать, потому что у нас сейчас, опять же, действуют санитарные протоколы. И необходимо соблюдать дистанцию между столами 2 метра. Соответственно, была сделана перестановка столов. За счет этого меньше посадочных мест. И поэтому я всегда рекомендую за день, за два записываться на ужины, чтобы, соответственно, попасть. Потому что особенно такие рестораны, как Ипанема, это бразильский гаиль, Зэм азиатский, Степаньяк, когда там такое шоу, даже летают огонь до потолка. Конечно же, это все включено, но очень много желающих. Поэтому тоже, пожалуйста, это фиксируйте. Но если клиент не записался, пришел в ресторан, и там есть свободное место, конечно же, ему никто не откажет. Посадим, пожалуйста, накормим. Никто голодным не останется. Так, по поводу ресторана обновления понятны. Еще также сейчас закрывается ресторан Тора. Он располагается вот здесь, между зданием 5А и 7А. Это стейкхаус. Он у нас будет закрыт, так, чтобы не соврать, до августа. До августа месяца сейчас в нем идет реновация, новое оборудование. Поэтому ближайший ресторан Ипанема – это бразильское Родизио. То есть когда на шпажках несут мясо, полностью превращается в такой Родизио плюс стейкхаус. То есть позиции из Тора будут доступны в Ипанема. Без доплат, без ограничений по заказам. Просто имейте в виду. Итак, зафиксировали Тора до августа. Далее, после того, как мы откроем Тора, в главном здании средиземноморский ресторан Чао находится вот здесь. Будем его реновировать с сентября по декабрь. Ну, в принципе, здесь такая средиземноморская кухня. В принципе, как бы, скажем так, не самый топовый ресторан, поэтому наши клиенты ничего не потеряют. Обновили бассейны, 13 бассейнов как раз тоже в том году. Добавили Flowrider. Это такая искусственно созданная волна. Данная услуга идет за дополнительную плату. То есть вы когда на доске серфите, вот, находится вот здесь рядом с пляжем. То есть тоже достаточно интересная активность. Так, что еще хочу рассказать? Что еще хочу рассказать? Часто спрашивают относительно дальнейшей реновации. То есть вот сейчас мы закончим с созданием 8А, когда будем реновировать остальные номера. Пока, к сожалению, такой информации нет. Я думаю, что уже в следующем году. Также очень часто меня спрашивают, есть ли доплата за обновленные номера, за реновированные номера. Доплата такой нет. То есть, соответственно, если клиенты у вас хотят именно реновированный номер, соответственно, вы, пожалуйста, пишите ремарочку. Мы со своей стороны постараемся все возможное сделать. Но у нас были даже такие забавные случаи, когда клиенты по вторнике, кстати, с Украины, были у нас в 2018-2019 году. То есть им нравится наш такой классический стиль. И в этот раз люди приехали на 14 ночей, и мы им дали новый номер. Они заходят, посмотрели классно, говорят, нет, ребят, давайте к нам старый, он нам больше нравится. Поэтому бывают вот такие ситуации. Поэтому имейте в виду, делайте ремарки. Если вдруг клиенты заезжают, им что-то не нравится, напоминаю, у нас есть русскоязычный сотрудник Светлана Бербега. Она находится в главном лобби в зоне консьержей. То есть помним, ресепшн – это исключительно процедура чек-ин-чек-аут. И рядом с ресепшном находится как раз служба guest relations, где сидят менеджеры, которые уже непосредственно коммуницируют с клиентами, решают их вопросы, задачи, ну и так далее. Вот именно в этой службе guest relations замечательная девушка Светлана Бербега. Она работает 5 дней в неделю, поэтому практически всегда с ней можно состыковаться. Поэтому имейте в виду, прям сразу при заселении клиенты могут спросить, как нам можно пообщаться с Светланой. Да, если она на месте, она сразу же, конечно же, подойдет, и можно будет получить департаментную информацию, какой-то апдейт по услугам, сервисам и так далее. Я всегда рекомендую, потому что постоянно что-то в отеле меняется, какие-то новшества, какие-то изменения. Поэтому чтобы быть в топе новостей, вот, соответственно, пусть клиенты пообщаются со Светланой там 5-10 минут, но зато у них будет полная информация о том, что можно, как это работает и так далее. Вот. Это касательно главного здания. Пока не забыл, давайте немножко сейчас буквально на секунд 30 от меня отдохнем и посмотрим небольшой, давайте два сочных видеоролика. Первый тут как раз по программе Safe and Sound, то есть как сейчас функционирует, да, отель там при заезде и так далее. И второй вот новый ресторан The Market, который мы обновили, он бомбический, уважаемые коллеги. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Снова с вами. Ну, такой небольшой сочный видеоролик. Как видите, там были основные моменты, да, показаны. То, что все сотрудники у нас прошли вакцинацию, да, то есть при заезде, соответственно, стоят санитайзеры, вот эти защитные экраны, минимум печатной продукции, все с помощью считанного QR-кода. Это и меню в ресторанах, и, соответственно, вся информация по отелю. То есть когда вы заезжаете, у вас нет никакой печатной продукции в номере, соответственно, на плазме, на, там, допустим, первые нескольких каналов как раз указаны эти QR-коды в зависимости от тематики, да, то есть первое, допустим, меню ресторанов. Выскачиваете, смотрите, что там есть. Второе, допустим, активности на неделю, да, то есть что, где проходит, как работают рестораны, как правило, там, 3-4 ресторана открываются на завтрак, там, условно, там, с 6 утра, другой с 7, с 8, ну и так далее. Что работают на обеды, какие гайль-бары, гайль-зоны, да, там, стейки, овощи, рыбка и так далее. То есть вот со всем этим можно ознакомиться как раз с помощью считанного QR-кода. Так, ну, поехали дальше. Пляж. Пляж, пляж, пляж. Пляж. Смотрите, мы находимся на пляже Макао. Это, как я уже сказал, час езды от аэропорта Ла Романа. В череде отелей мы самые крайние, это очень важно. Поэтому, когда выходим на пляж, у нас 700 метров оборудованная зона, есть спокойная, активная, поэтому в зависимости от того, какой клиент, ну, вот можно выбирать различные локации каждый день. Ну, и фоточки получаются безумнейшие. Вы можете зайти в Инстаграм нашего отеля, да, соответственно, либо просто в Инстаграме забить, там, хэштег Harder Punta Cana, и, соответственно, фотки клиентов на фоне этой красоты. Ширина пляжа тоже очень большая, там, в зависимости от зоны, от 60 до 80 метров, поэтому, как я уже сказал, всегда можно найти местечко. Обслуживание официантами включено в стоимость. Напоминаю, мы работаем исключительно по системе All-Inclusive. Других вариаций нету, поэтому с лежака можно не вставать. Любой напиток, коктейль, все доставят в место вашего пребывания. Так как Макао – это волнистая зона, тут я лукавить не буду, это нас спасает от водорослей, уважаемые коллеги. За счет вот этой волнистости все водоросли уносят либо на север, в сторону Уверальта, либо южнее, в сторону Бавры. То есть у нас пляж чистый, иногда небольшое количество выносят, но, как правило, чистят пляж рано утром, это где-то в 6-7 утра, трактором по всей, соответственно, линии пляжа. И плюс еще сотрудники в течение дня там с вилами за всем этим делом наблюдают. То есть если вдруг какое-то количество водорослей выносят, все это дело вычищают. Поэтому, пожалуйста, вот тоже имейте в виду, да, то есть фиксируем. Куча лежаков, различные зоны спокойные, активные, 24 часа all-inclusive, поэтому с лежаками встаем, официанты бегают, носятся. Ну и, конечно же, есть бар, если вам хочется самому, да, там дойти, кто-то заказать, то есть тоже, пожалуйста, все это возможно. По номерам. Отель у нас большой, 1800 номеров. Вот так вот выглядят номера, скажем так, в старом стиле, да, то есть который у нас был при открытии отеля. Напоминаю, сейчас идет обновление, и примерно уже 35% номеров в таком новом эко-песочном стиле, немного с элементами ретро 70-х. Почему именно так? Дело в том, что в этом году, в 21-м, исполняется 50 лет с момента открытия первого Hard Rock Cafe в Лондоне. Поэтому вот такой дизайн с элементами ретро – это такая дань уважения той эпохи, когда, соответственно, вот запустили Hard Rock Cafe, да, вот первый ресторан данного бренда. Сейчас заполняемость отеля у нас не превышает 60%. Это связано, соответственно, с указанием выше, чтобы не было толкучки, поэтому мы все это дело соблюдаем. Но, опять же, отель большой, поэтому есть возможность рассредоточить клиентов по различным зонам и интересам. Это тоже очень-очень важно. Сегодня я вас не буду мучить тем, чем отличается один номер от другого. Дело в том, что у Анекса есть детальное описание на сайте отеля, плюс указаны клубные номера, да, то есть Rock Royalty, которые дают больше возможностей, больше сервиса, нюансов и так далее. То есть, опять же, вы с этим совсем можете ознакомиться. Плюс на официальном сайте отеля в разделе Rooms and Suits есть такая штука, очень полезная, называется Interactive Map, да, то есть интерактивная карта. Вы на нее нажимаете, у вас открывается такое окно, слева будет схема отеля, вот примерно то, что мы с вами видели несколькими слайдами ранее, а справа будет список номеров, ресторанов, бассейнов и так далее. И кликая на номер либо ресторан, он у вас загорается на карте. То есть вы можете клиента посадить с собой рядышком и показать. Допустим, если мы с вами бронируем вот этот номер, бац, то есть вы можете проживать, скажем, в этой зоне, в этих зданиях. Бронируем такой номер, ну, соответственно, там-то, там-то. То есть это очень полезно, если вы у нас еще в отеле не были, там, в рекламнике, на фам-трипе, да, либо, может быть, сами приезжали и так далее. То есть тоже, пожалуйста, используйте эти инструменты, это очень варная штука. Но независимо от типа номера, что у нас будет включено? Ежедневно пополняющиеся мини-бары. Местное пиво, как правило, это El Presidente, да, доминиканское пиво. Бутылированная вода, соки, проходит напитки, пекси, ну и так далее, так далее. Смотрите, по поводу обслуживания 24 на 7. Сейчас тоже действуют определенные ограничения. Значит, если раньше можно было и тяжелый алкоголь заказывать в номера, и это было включено в стоимость, сейчас из алкоголя можно заказывать максимум 8 банок пива в день и одну бутылку вина. Это либо красное сухое, либо белое сухое, либо эгоистая брыбка. То есть одна бутылка в день. То есть вот такие ограничения действуют. Но при этом более 20 баров на территории отеля с потрясающим алкоголем международных брендов, это все включено в стоимость. Вот. Но нет никаких ограничений на заказ еды. То есть у нас 24 часа обслуживания номеров, поэтому любые закуски, завтраки, да, то есть меню завтрака в 6 до 11, дневное, там с 11 дня до 10 вечера и ночное там с 10 и до 6 утра. То есть, пожалуйста, в любое время нажали кнопочку ноль, заказали, вам все это дело принесли. Безумно-безумно удобно. Далее из такого интересного Wi-Fi на всей территории отеля, поэтому, опять же, можно у бассейна, в номере, в главном здании, на пляже что-то постить, выкладывать. Чтобы все завидовали, но мы будем только рады. Чем больше промоушена, тем больше клиентов. Вот. Далее. Во всех номерах у нас вот такая гидромассажная ванная, ну, джакузи. В номерах, скажем так, старого дизайна джакузи может располагаться либо по центру комнаты, либо в углу. В новых номерах джакузи мы выносим на балкон. За счет этого освобождается пространство спальни. То есть, вот для кого-то это очень-очень важно. Но ход достаточно интересный. Значит, халаты, тапочки, отпариватель, либо утюг-гладильная доска, там в зависимости от номера. Ванны принадлежности от Gilchrist & Sooms. Это Великобритания. Ребята с 1932 года занимаются косметикой, поэтому все на высшем уровне, все очень и очень классно. Сейф. Ну, в принципе, как видите, такие все стандартные атрибуты пятизвездочного отеля, то есть чего-то такого сверхъестественного, да, в данном случае мы с вами не увидим. Так, едем дальше. Что еще у нас есть? 13 бассейнов на территории отеля. Абсолютно разные. Для детей. Отдельно для взрослых. Общие, спокойные, активные. Сейчас, конечно, действуют ограничения, допустим, на пенные вечеринки, чтобы не было толкучки, да, то есть, но все равно какие-то выступления диджеев, какие-то тусовки около бассейна, выступления живых коллективов, вечеринки на пляже, все это имеет место быть. Плюс у нас еще рядом, точнее, прям в главном здании есть такая Eclipse Terrace, да, и там мы по вечерам тоже делаем различные тусовки, тематические вечеринки, то есть терраса достаточно большая, поэтому умещает много людей и есть возможность всех рассредоточить. Поэтому, опять же, можете ознакомиться с активностями на неделю, да, с помощью считывания QR-кода, там указано, что, где, когда, ну, и достаточно удобно. Так, по поводу гольф-клуба. Прямо на территории отеля 18 лунок, 72 пар, на гольф действует скидка 75%. По поводу казино уже рассказал, волейбольная площадка, поле для футбола. Так, мини-гольф, он идет за дополнительную плату. Поэтому мини-клуб, смотрите, мини-клуб располагается в главном здании отеля, но сейчас в силу ковидных ограничений все активности только на свежем воздухе. То есть тоже, пожалуйста, об этом помните. Коль мы затронули детей, пока не забыл. Сейчас действует акция, она называется Free Kids and Teens. И, внимание, дети до 18 лет, я подчеркиваю, до 18 лет проживают абсолютно бесплатно. При бронировании любой категории номера, которая, соответственно, подразумевает и допускает размещение с детьми, от 7 ночей. Значит, период бронирования до 31 октября этого года, период проживания до 18 декабря 2021. Поэтому, если уже сейчас у вас кто-то задумывается о, может быть, там, январских, да, 2022 года, либо в следующем году размещение вы уже можете бронировать с этой классной скидкой. Очень часто меня спрашивают относительно инфантов. На постоянной основе. Даже если Free Kids и Intense не действуют, дети до 4 лет у нас считаются инфантами и проживают бесплатно. Тоже, пожалуйста, себе зафиксируйте. Так, следующий пункт – это музыкальная лаборатория. Здесь можно научиться лобать на любом музыкальном инструменте. Клавишные, барабаны, гитары и так далее. Есть инструктора, они помогут, подскажут, научат. Обычно музыкальные лаборатории открыты 2 раза в неделю. Но сейчас вот, соответственно, из-за ковидных ограничений раз в неделю. Пару недель назад ее закрывали. То есть тут как бы тоже нужно смотреть на момент заезда в зависимости от заполняемости и, соответственно, ограничений. The Sound of Your Stay. По этой программе можно абсолютно бесплатно взять в аренду одну из 20 гитар фирмы Fender со всеми примочками, педальками. Все доставим в фантомер. Обязательно дадим наушники, чтобы соседи за стенкой не страдали от вашего музицирования, даже если вы второй Джимми Хендрикс. Поэтому тоже, пожалуйста, имейте это в виду. И можно, кстати, если вы не фанат гитары, но вам нравится музыка, можно взять в аренду проигрыватель для винила от фирмы Crossley с коллекцией пластинок. Ну, соответственно, для ценителей классического качественного звука. City Show – это амфитеатр. Напомню, для вечерних мероприятий. Каждый день новое шоу. Сегодня шоу Майкла Джексона, завтра цирковое, послезавтра какие-нибудь там огненные активности, трюки и так далее. Ну, очень-очень здорово, поэтому обязательно идите, идите. Так, как я сказал, в главном здании куча бутиков и магазинов. Аркадный центр, там, игровые приставки, всякие автоматы. Ну, в основном детишки туда заходят. Плюс недавно добавили Escapology – это такие квесты, когда за 60 минут вам нужно выбраться из комнаты. Они сделаны в формате VR, да, то есть надеваем очки. Это очень классно работает для тимбилдинга и очень классно работает, когда приезжают семьи. Поэтому, соответственно, тоже, пожалуйста, имейте в виду. Так, далее. Так, теннисные корты, баскетбольная площадка, пинг-понг – все понятно. Rock Spa – это спа-центр, фирменный наш спа-центр, который есть во всех отелях. Более 70 кабинок для массажа и процедур. И точно так же, как на гольф, сейчас действует скидка 75% на все услуги в спа-центре. Поэтому обязательно-обязательно туда нужно зайти. Саунд красоты Posh – точно так же, как и на SPA, действует скидка 75%. Поэтому обращайтесь. Rock Shop – это наш фирменный магазин, где можно купить пины, значочки. Да, очень много коллекционеров футболки с фирменным принтом, там, кепки, вязаки, в общем, куча всего. На Rock Shop, к сожалению, скидки не действуют. Но цены очень-очень-очень адекватные. Body Rock – это фитнес-центр. Он работает ежедневно с 6 утра до 8 вечера. Извиняюсь, до 10 вечера. Соответственно, есть и групповые занятия с ограниченным количеством участников, поэтому нужно будет заранее записаться. Либо, если там нужно составить индивидуальную программу тренировок без участия тренера, то есть, чтобы вам просто расписали, что нужно делать, это все бесплатно. То есть, пожалуйста, имейте в виду. Меморабилия – это музей музыки, где собраны легендарные вещи знаменитостей, гитары, костюмы с выступлений и так далее. Но вот, соответственно, тоже все это имеет место быть. Ночной клуб Ора. Наш знаменитый ночной клуб Ора. Он, к сожалению, пока закрыт. Как только он откроется, соответственно, тоже информация появится на сайте отеля. Но вот я думаю, что не раньше осени, если быть максимально честным. Боулинг-бар открылся, кстати, тоже относительно недавно. Находится в главном здании отеля. Он идет за дополнительную плату. Примерно 10-12 долларов за игру, потому что там всего получается 6 дорожек. Ну и чтобы не было столпотворения, то есть за дополнительную плату. Так, едем далее. Еда. Я надеюсь, что все успели уже позавтракать, может быть, пообедать, потому что речь пойдет сейчас о еде. Напомню, 9 ресторанов на территории отеля. На самом деле есть еще 10-й. Он называется Монсеррат Монор, но находится на территории казино. Казино, Хардор Казино – это отдельный бренд, отдельная компания. Поэтому данный ресторан Монсеррат Монор, такой ресторан высокой кухни стиля фьюжн, там миксуется перуанская и японская кухня, то есть а-ля как ногу, идет за дополнительную плату. То есть это, пожалуйста, учитывайте. Остальные 9 ресторанов включены в стоимость размещения, независимо от того, на сколько ночей вы заезжаете, какой у вас тип номера, то есть это доступно, пожалуйста. Итак, Тора Стейкхаус. Напомню, что до августа месяца он у нас сейчас находится на реновации, поэтому все стейки, все позиции из Тора можно будет попробовать в Эпанеме. Вот на следующем слайде мы его увидим. Лос Гайус – это наш легендарный мексиканский ресторан. Напомню, РСД Хотелс – это мексиканская компания, поэтому мексиканские мотивы мы стараемся, соответственно, как говорится, внедрять где только можно. Классические авторские блюда, плюс, конечно же, текила, причем такая элитная, как Дон Хулио, Эра Дура, Король Ехо, Милю Чосиентус, 1800 такая прямоугольная, здесь доступна без каких-либо доплат. Ну и, конечно же, мескаль, допустим, такой элитный, как Монтелобус, тоже доступен без каких-либо ограничений. То есть достаточно, опять же, возвращаясь к алкоголю, очень многие спрашивают в связи с новыми условиями насколько там падает уровень отеля, не падает. У нас вот в плане алкоголя, еды, обслуживания сервиса, внимание клиенту, вот все на высшем уровне. То есть видите, вот сам недавно вернулся, еще загар не слез, поэтому все честно, все актуально. Bistro Map – это такой микс средиземноморской и ливанской кухни, работает с 12 дня до 10 часов вечера в главном здании отеля. То есть так зайти, пиа и кусить, побежать дальше. Zen – один из самых топовых ресторанов. Здесь, по сути, три варианта, как можно поужинать. Это суши-бар, это а-ля-кар и тыпаньяки. П-образные станции. Между шефом и клиентами защитные прозрачные экраны. 8 человек максимум могут принимать участие в данном шоу. Оно без доплат. Единственное, заранее лучше записаться, потому что очень много желающих. И, как видите на слайде, начинается просто огонь до потолка. Ножи летают. И действительно, челюсть можно найти где-то в районе коленок, потому что это безумно-безумно классно и вкусно. Поэтому имейте в виду. И это, кстати, еще и интерактивное шоу. То есть по сторону экрана, по другую сторону экрана, наши клиенты тоже участвуют. То есть когда нужно поймать какую-то еду, либо что-то сделать, похлопать. В общем, получается действительно очень классно. И Панема. Это мой самый любимый ресторан в этом отеле. Располагается рядом с пляжем. Это бразильское Родизио. То есть когда вам несут на шпажках разное мясо. Плюс, соответственно, есть а-ля-карт. Позиции из ресторана Тора. То есть стейки, да, там такие Нью-Йорк, Рибай, Арачера, Фланг. То есть все это здесь доступно без каких-либо доплат. То есть любители мяса останутся очень-очень довольны. Исла. Это средиземноморская, извиняюсь, карибская кухня и морепродукты. Располагается рядом со зданиями 1А и 2А. То есть это рядом с пляжем. Плюс сейчас добавили дополнительное меню. Fusion, микс перуанское и азиатское. Ну, типа а-ля Монсеррат Монор, да, только в более таком жатом варианте. Поэтому, видите, можно попробовать что-то новое. Чао. Это средиземноморская кухня. Напомню, Чао работает у нас до конца августа. С сентября по декабрь будет, соответственно, обновление. И Монсеррат Монор – это, соответственно, тот самый ресторан, который находится в главном здании отеля в зоне казино. То есть который идет за дополнительную плату. И сейчас давайте посмотрим видеоролик о ресторане The Market. То есть это, ну, скажем так, основной ресторан отеля, если его так можно назвать, самый большой. На завтрак и обед – это шведский стол. И ужин – это уже а-ля карп. Причем международная кухня, начиная от Нового Орлеана и Мексики, заканчивая Азией. То есть очень разные, очень классные позиции. Такая более уже кухня уровня гурме. Так, сейчас я запущу видеоролик. Буквально 30 секунд. И поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Все окей? Напишите, пожалуйста, в чате. Да, снова я вернулся. Замечательно. Надеюсь, что всем слышно и видно. Главное, что слышно. Если не видно, ничего страшного. Так, ну что ж, коллеги, продолжаем. Немножко подразнили вас такими видами кулинарных изысков. Но едем с вами дальше. Итак, с ресторанами все понятно. Бары, да, как я уже сказал, более 20 баров и лаунж-зон на территории отеля. Вот как раз на левом слайде у нас показан бульвар, то есть то самое главное здание, где вот вы идете, и видите слева справа раскиданы различные активности, да, это и бары, и рестораны, и магазины и так далее. То есть очень стильно, очень классно. Здесь жизнь кипит 24 на 7. То есть особенно кто с детьми, там может Бэтмен прокатиться на Бэтмобиле, да, там все детишки. Вау! Ну, в общем, куча-куча таких активностей, которые наша команда аниматоров, соответственно, готовит в течение всего дня. Так, далее. Спа-центр. Более 50 кабинок для массажа и процедур. Напоминаю, до конца 2022 года действует 75-процентная скидка на дополнительные услуги, на все процедуры. И это очень-очень классно. То есть, к примеру, если базовый релакс-массаж стоит без скидки 200 долларов, сейчас по этой акции всего лишь 50. Поэтому для вас это еще один дополнительный инструмент, чем можно клиента привлечь, чтобы он забронировал именно наш отель. В главном здании отеля располагается служба. Она называется Vacation Planner. Клиенты туда обращаются. Можно, допустим, подойти со Светланой, если вдруг, ну, клиенты плохо общаются на английском, да, либо им комфортнее, допустим, на русском языке. То есть Светлана поможет, она очень большая молодец, очень активная девочка. Вот. Им там расскажут, какие услуги, когда, что можно заказывать. Да, то есть это и спа-центр, и салон красоты, и гольф, и аренда BallyBets с личным обслуживанием, там, с бутылками МАЭД и так далее, и так далее, на пляже у бассейнов. Ну, в общем, там, аренда автомобилей. В общем, куча всего, что доступно со скидкой 75%. Поэтому тоже, пожалуйста, об этом клиентам рассказывайте. Сама же программа, которая дает эту скидку, называется Limitless Resort Credit, то есть безлимитный resort credit. Но никакие суммы не начисляются, не выделяются. Ну, знаете, как тогда бывает в других отелях, там ваучеры какие-то. Нет, то есть просто самая важная, то есть идея, которую нужно заложить в голову клиентам, 75% скидка на доп. услуги. То есть неважно, заезжаете вы на неделю, на одну ночь, базовый у вас номер, самый навороченный. Вы можете хоть каждый день ходить спа-центр, хоть каждый день пропадать на полях, не вылезать из салона красоты. То есть это все без ограничений. Ну, соответственно, главное, чтобы были места. Поэтому надо все делать заранее. Так, 13 бассейнов на территории отеля. Напоминаю, что есть бассейн для детей отдельно. С другой стороны отеля располагается бассейн 18+. Есть абсолютно спокойный бассейн, где не играет музыка, полный такой зэм. Есть ленивая речка. Садимся в отрушку, коктейль в руку и поплыли. Ну, это как он, одна из идей того, что можно сделать. Так, Body Rock Fitness Center про него уже рассказывал. Гольф Поля, да, то есть у нас собственный бренд, это новый Hard Rock Golf Club. 18 лунок, 72 пар. На гольф также действует скидка 75%. Поэтому, если вы всегда мечтали попробовать себя в роли начинающего Тайгера Вутса, подержать клюшку, там, запустить куда-нибудь 30 мячей, ну, вот, соответственно, здесь можно попрактиковаться с очень классной скидкой. Аркадный центр идет за дополнительную плату. Он включает в себя игровые автоматы, боулинг-бар и, соответственно, Escapology, да, то есть вот те самые квесты, где нужно сбежать из комнаты за 60 минут. Более 4000 квадратных метров – это площадь нашего казино. Напоминаю, работать с 12 дня до 4 часов ночи. Ночной клуб Ора, тот самый, который выполнен в стиле Майами, да, то есть, наверное, после клуба Кока-Бонга мы номер 2 в Доминикане по посещаемости вот в плане ночного клуба. Но это было до пандемии. Сейчас, конечно же, клуб, к сожалению, закрыт. Очень важная тема. Впереди у нас лето, поэтому медовые месяцы уже набирают обороты. То есть, я имею в виду бронирование, да, молодоженов. Все так же у нас есть две замечательные, мега-крутые, бесплатные услуги для молодоженов. Сразу акцентирую ваше внимание, что молодожены – это пары в течение, внимание, 12 месяцев после заключения брака. И эти же две бесплатные услуги можно заказывать парам, которые отмечают годовщину свадьбы. И для наших отелей, не только для Hard Rock Punta Cana, но и Hard Rock Hotel Cancun, Rediera Maya, да, то есть у нас же 5 отелей в цепочке, годовщина – это не только 5, 10, 15, 20 лет. Это может быть и 2 года, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, сколько угодно. Главное, чтобы годовщина приходилась на период размещения в отеле. Ну, иногда допускается плюс-минус одна неделя от даты. Итак, давайте не буду вас томить. Какие две услуги? Первое – это бесплатный пакет для молодоженов без лав. Идеально для тех клиентов, которые бронируются в последний момент, да, там, может быть, за пару-тройку недель до заезда, либо за несколько дней до заезда. И кто не хочет заморачиваться на все вот эти свадебные церемонии на пляже. Смотрите, что включает данный пакет. По возможности отеля. Это апгрейд до следующей категории, чтобы у клиентов было больше возможностей, может быть, даже доступ к каким-то клубным зонам на пляже, у бассейна. То есть там все смотрят на момент заезда в зависимости от заполняемости и наличия номеров. То есть тоже, пожалуйста, это учитывайте. Значит, после заезда, после того, как чек-ин, в этот же день доставляем в номер, как правило, эгоистское вино, какие-то сладости. Как правило, сейчас это клубника в шоколаде с различными надписями, там, фелесидадес, поздравляем и так далее. Очень классно, очень вкусно. Самое то, что для Инстаграма и потом съесть. Джакузи экспириенс. Когда готовим, соответственно, тот самый джакузи в номере в таком романтическом стиле, единственное, сейчас из-за ковида действуют ограничения. Поэтому этот момент надо уточнять уже при заселении в отель в свадебном отделе. И, кстати, пока не забыл, помним про Светлану Бербега, которая находится в Гест Релэйшнс. И также замечательная Валентина в свадебном отделе. То есть тоже русскоязычная девочка, к которой можно обращаться вот именно уже по вот этим свадебным моментам. Романтический ужин в одном из ресторанов отеля. То есть, как правило, самый лучший столик, самые классные виды. То есть тоже, пожалуйста, это есть. И романтический завтрак в номер. Специальная подача, атмосфера. Можно в постель, можно на балкон. Да, то есть как клиенты захотят. То есть такой достаточно классный пакет. Как видите, по условиям все мега просто. Бронируем любой тип номера от пяти ночей. И не позднее, чем за двое суток до заезда, отправляем нам скан либо фото свидетельства о браке. Без переводов, без заверений. Вот как у вас есть на украинском языке. Сфоткали, отправили, этого будет достаточно. Ну, если клиенты беспокоятся, ну, максимум можно взять с собой ксерокопию для успокоения души. Но у нас ребята очень лояльные, поэтому никто там не будет требовать оригинал. Так, это была первая услуга. И вторая, это уже полноценная, бесплатная, символическая свадебная церемония на пляже. Напомню, что у нас 700 метров. Это оборудованная зона пляжа. И слева от нас на многие километры нету ни других отелей, ни строений, вообще никого. То есть идеальная локация для медового месяца. Белоснежный песочек, бирюзовая вода, дикие джунгли. И наш с вами довольный клиент. Ну, я надеюсь, у вас уже картинка в голове нарисовалась. Вот в таком же ключе доносите ее до клиентов. Я думаю, после этого они будут всеми руками и ногами за бронирование хардового котела Казино Пунтакана. Итак, что мы даем в этом пакете? Опять же, фиксирую ваше внимание, он доступен как для молодоженов в течение 12 месяцев после заключения брака, так и для пар, которые отмечают годовщину. Особенно в Штатах очень часто бывают клиенты, которые делают это, как это правильно, обновление клятв. Вот, поэтому для них и, в принципе, для других клиентов, в том числе из Европы, мы делаем такую церемонию. То есть будет белая арка с золотыми украшениями и таким белым цветочным фоном на пляже. Опять же, локацию можно выбрать, но я всегда рекомендую где-нибудь в левой части пляжа, чтобы, опять же, никого не было со стороны. То есть это тоже можно обсудить в своем моделе с Валентиной. Далее. Букет для невесты, бутонерка для жениха. До 32 человек могут участвовать во всем этом действии абсолютно бесплатно, но только если они клиенты отеля. То есть у вас могут заехать только двое человек, молодожены, либо целая компашка друзей, теща, ну и так далее, и так далее. Вот до 32 человек. Одноуровневый свадебный торт. Соответственно, его размер будет зависеть от количества участников. Игоистовое вино на всю компанию. Аудиосистема. Свидетели. Если нужны, пару человек мы найдем. Единственное, пишите заранее. Они у нас на расхват. Вот. Помимо этого, свадебные координаторы. Про Валентину я уже рассказал. И самое важное, да, самые такие сливки этого пакета. Макияж, прическа для невесты, маникюр для жениха, фотосессия, 40 фотографий с обработкой во время свадебной церемонии, 50-минутный релакс-массаж для двоих, то есть, когда вы в одной комнате, романтическая музыка в спа-центре, то есть, все по уму, все по науке. И сюда также бесплатно добавляем вот этот пакет для молодоженов Визлав. Если вы забыли, напоминаю, это романтический ужин, романтический завтрак. По возможности отеля, соответственно, апгрейд номера до следующей категории со всеми плюшками. И также джакузи, да, оформление джакузи в романтическом стиле, если как бы это дозволяется в отеле на момент заезда. То есть, нужно смотреть в зависимости от загрузки. И по условиям, как видите, все тоже мега просто. Четыре простых пункта. Первое. Бронируем любой тип номера от 10 ночей. Тут, я думаю, проблем у нас с вами не будет. Вот второй пункт, пожалуйста, обратите внимание, потому что он очень важный. Никаких исключений. Согласование даты и времени церемонии должно быть завершено не позднее, чем за 30 дней до заезда в отель. То есть, делайте бронирование нашего отеля, допустим, через Анекс. И далее можете мне написать, я вас сведу уже напрямую со свадебным отделом, да, то есть, в силу разницы во времени, пожалуйста, закладывайте где-то 2-3 дня на переписку на согласование всех этих деталей. То есть, тут вам нужно будет уложиться в максимально короткие сроки, потому что очень большой запрос на свадебные церемонии из Штатов, из Латинской Америки, да, из Европы сейчас все больше и больше летают. Вот Украина летает, сейчас Чехия подключается, да, то есть, у нас еще Болгары, Румына. То есть, ну, в принципе, Доминикана в этом сезоне прям очень активно, то есть, продают со всех сторон. Это нас очень радует. Вот поэтому нужно все делать заранее. Поэтому, пожалуйста, пинайте клиентов, да, чтобы они максимально оперативно с вами коммуницировали по этому вопросу. Третий пункт вам уже знаком. Отправить нам скан либо фото свидетельства о браке не позднее, чем за 48 часов до заезда. И четвертый пункт, это самый любимый пункт турагентов. Данная церемония будет бесплатной только в том случае, если клиенты забронируются в туристической компании. То есть, у вас, уважаемые коллеги, если какой-то клиент выходит на наш отель напрямую с просьбой, я хочу забронировать, скажем, номер на сайте отеля, там будет в разы дороже, чем в контракте у Анекса. Это раз. И, во-вторых, даже если такой человек, непонятно зачем, забронирует все то же самое, но дороже, бесплатно данную церемонию мы ему не сделаем. Мы с него дополнительно возьмем 2,5 тысячи долларов. То есть, вы понимаете, да, это для вас дополнительный инструмент, чтобы объяснить клиенту, почему нужно приходить именно к вам, почему нужно бронировать именно у вас. Что у вас, как минимум, клиент экономит 2,5 тысячи долларов плюс экономия на размещении. Поэтому все зависит от вас. Сколько активно вы будете рассказывать, там, в соцсетях, рассылках, да, там, просто коммуницируя с клиентами, что есть такие отели, что есть такие условия и церемонии, что самое важное, бронироваться-то нужно у вас, но тем больше шансов, что люди к вам обратятся. Потому что свадебная история, она актуальна всегда. Люди встречаются, влюбляются, женятся. И многие из них хотят, чтобы именно их медовый месяц, их свадебная церемония, годовщина, прошли в классном, вау-месте, с суперским сервисом, с суперским вниманием, но еще вот с такими плюшками. Поэтому обязательно, обязательно до клиентов доносите. То есть вот что касается свадебной церемонии. И напомню, что у нас действует программа Limitless Resort Credit. То есть, по сути, она и дает 75% скидку на дополнительные услуги. То есть при бронировании через анекс вам никуда ничего дополнительного писать не нужно. Данная программа акцептируется автоматом. Единственное, на кого она не действует – это участники фам-трипов, увы, обладатели подарочных сертификатов, участники пресс-туров, ну и, в принципе, наверное, все. Вот. То есть если у вас клиенты бронируют там пакет через анекс, да, то есть вы им бронируете автоматически, я акцентирую это внимание, для них это будет действовать. То есть никуда ничего писать не нужно. Вот. Это что касательно отеля. Какие еще дополнительные плюшки у нас для турагентов уже для вас, уважаемые коллеги? Некоторое время назад мы запустили программу лояльности. Она называется Vivant by RCD Europe для туристических агентств из Европы. И, по сути, данная программа состоит из двух пунктов. Первое. Это Vivant Rewards. Соответственно, здесь вы можете получать баллы за бронирование наших отелей. То есть, смотрите, на самом сайте у нас нет системы бронирования. То есть мы никаким образом не создаем конкуренцию туроператорам, в том числе Annex Tour. То есть тут идет исключительно фиксирование ваших заявок, которые вы делаете через туроператоров. Да, в том числе там Annex Tour и Украина тоже есть в списке. Вот. То есть вы сделали бронирование через Annex, зарегистрировались в программе, заносите, соответственно, данные клиентов. Ну, там, как правило, имя, фамилию, с какого числа проживает, какой отель, какой тип номер, через какого оператора бронировали номер заявки. Да, то есть, соответственно, заявка в активном статусе после выезда клиентов, после чеккаута, примерно в течение, там, ну, в зависимости от дня недели и загрузки коллег, от 3 до 5 дней, соответственно, заявка обрабатывается, вам начисляются баллы от 10, ой, извиняюсь, от 2 до 4, там, в зависимости от того, какой отель, да, то есть за резиденции от 2 баллов, за, там, допустим, Hard Rock Unico Nobu, нет, Hard Rock 3 балла, Unico Nobu 4 балла. Ну, то есть вы получаете баллы. То есть, по сути, одно бронирование – это одна бесплатная ночь. Вот, и помимо этого, за эту же самую заявку вы еще получаете денежное вознаграждение, но это только касается заявок, сделанных с 1 апреля 2021 года, да, то есть, которые именно были сделаны. Вот, то есть там тоже от 10 до 20 долларов за каждую заявку. То есть вы просто указываете свой расчетный счет, и когда достигаете баланс минимум 50 долларов, тогда вы можете денежки вывести, да, то есть, соответственно, тоже, пожалуйста, это учитывайте. То есть там прямо в личном кабинете у вас есть два пункта. Это redeem points – это, соответственно, списать баллы, и money transfer – ну, соответственно, перечисление денег. Поэтому, видите, за одну заявку вы получаете комиссию от Анекса, деньги от нас, и еще и баллы, которые в последующем можете использовать на бесплатное проживание в одном из наших отелей. Поэтому просто суперская история. Это первая часть программы. И вторая часть программы, One Special Events, она для самых лояльных агентов. То есть те, кто бронирует наши отели больше всего, будут участвовать в наших эксклюзивных мероприятиях. То есть тоже вся информация есть на страничке. Вот видите, слева сверху есть сайт vvanbyrcd.com. Заходите, узнавайте, читайте, регистрируйтесь. Ну, соответственно, участвуйте, бронируйте, зарабатывайте. И я надеюсь, что увидимся скоро как в рекламниках, так и, соответственно, на наших эксклюзивных мероприятиях. И на этом, уважаемые коллеги, я заканчиваю. С вами был Роман Салагов, представитель мексиканского холдинга RCD Hotels. Сегодня мы с вами рассмотрели отель Hard Rock, отель и казино Пунта Кана. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал русскоязычный RCD Hotels Rus. И в этом телеграм-канале в закрепленных публикациях есть ссылки на видеоролики на YouTube, то есть где мы делали инспекции, там в зависимости от отеля, от 4 до 15 минут. Потому что отели разные по размеру. И вот как раз Пунта Кановский отель – это вот самый длинный, 15 минут, с моими комментариями на русском языке. То есть мы там смотрим практически все локации. Поэтому обязательно подписывайтесь, обязательно смотрите, изучайте. Если будут какие-то вопросы по отелям, пишите. Я на связи. Ватсапы, телеграммы, вайберы, в общем, все мессенджеры, фейсбук. Как вам угодно. Я бьюсь за каждую заявку. Потому что у меня тоже есть определенный план продаж, благодаря вам. Соответственно, если я его достигаю, получаю дополнительные бонусы. Ну, как вы, допустим, получаете комиссии от туроператоров. Поэтому я за то, чтобы каждый запрос превращался в заявку. Поэтому чем могу помочь, всегда готов. Что ж, уважаемые коллеги, еще раз огромнейшее вам спасибо за внимание, за то, что в эту пятницу нашли время и прослушали данный вебинар. Надеюсь, все было интересно, динамично. Всем желаю легкой, продуктивной пятницы и настоящих рок-н-ролльных выходных. Надеюсь, что погодка шепчет. Спасибо большое. До свидания, коллеги. Продолжение следует...